Библию и Коран Библию и Коран Божественная линия нашего народа представляла наибольшую опасность для тех, кто хотел превратить людей в рабов, лишенных разума, понимания. Потому что вы знаете, что по сути речь идет о том, что объединить все народы можно на двух принципах. Об этом, пожалуй, наиболее ярко сказал Тютчев. Он говорил, единство возвестил оракул наших дней нынешних. Быть может связано с железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять любовью, а там увидим, что прочнее. Поэтому проблема Запада, что Русь всегда в глубине души несла вот этот новый алгоритм объединения с помощью любви, добрососедства. И поэтому вот эта русская культура, она кость в горле. Она мешает завершить процесс глобализации, когда каждый будет превращен в биоробота и исполнять то, что хотели бы хозяева. Поэтому я согласен с вами, что вот все, что принадлежит вот такой древней русской культуре, это основа. Другое дело, что я часто апеллирую вот и к Библии, и к Корану, поскольку именно здесь идет глобальное противостояние. И нужно понимать и существо этих теорий, потому что нужно перейти, сегодня самая главная задача, перейти от веры в Бога, которая рассеяна по всем разным богам, по всем разным религиям, к вере Богу. А вера Богу, это когда я просто знаю, что если я живу по-божески, то Бог начинает меня вести, избавлять меня от разного рода случайностей. Так вот, в культуре ведической, в культуре древней Руси, как раз такое понимание всегда и было представлено, и в этом я убедился и в Индии. Кстати, в Индии, вы знаете, там почитается яйцо, как вот священный символ, и по их преданиям даже Бог, который был до Вишн, он произошел из золотого яйца. Вот я говорил, это в Индии я увидел, что яйцо это очень непростой символ. И у китайцев, и у славян, и у индусов присутствует в мифологии происхождение яйцо. Это уже давно доказано и понятно. Музыка 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 Музыка